Завтра у слонями Гродзинской области пройдет день белорусского письменства. Традиционно самый активный дел им принимают друкованные сроки массовой информации. Это могут подтвердить и журналисты Рогачевской районной газеты «Свободное слово». Три годы тому этот город так само был столицей Дня письменства, и тогда, по зауваге журналистов, не засталася неводная падея свята. Подрыхтовали сияны и до завтрашнего мероприемства. Наши корреспонденты володают под обязанностями. «Свободное слово» – одна со старыших газет Беларуси. Первый номер был надрукованный 13-го красавика 1917 года. За минулый час журналисты уздымали шмат самых разных тем. Узгадать усе просто немогчимо. Не глядяши на то, что сё лето день белорусского письменства проходить у Гродзинской области, рогачевские журналисты у Баку от этой падеи так само не засталися. У сёняшним номер газеты святу просвечено некальки материалов. Урешті Рогачовщина – земля літературная. Тут подшинали свою творшую діяність многие письменники. У тим лику Лынькоу і Короткевич. Хоть тільки літературной темой сёняшній номер не обмежаваўся. Мы стараемся быть ближе к людям, реагірувати на їх запросы і інтересы. Ну і, конечно, сильной стороной свободного слова всегда було обілее критики. Мы конструктивной критикой боремся за преодоление каких-то недостатков в нашій жизни, делаемые лучше. По колькостю журналистов штат свободного слова не самый великий. Усяго шэсь чалавек. Але яны могут професійно раскрыць любую тему. Алена Ударцева на пасадзе редактора 5 гаду. Раней прасавала настаўнікам, але журналистыка перамагла. Кажа, што ёй асабліва падабаецца писаць абземляках. Их саправды таленавітых шмат не толькі сарод письменнікаў. Людзі – это очень большой пласт тем. Каждый чалэек очень индивідуален. І ў каждаў очень интересна історія за спіной. Паэтаму, есце чуть-чуть скапнути, а льбому чалавеке можна неинтересно написаць. Журналісты Рогачовской районной газеты «Свабодное слово» ўпыўніны. У наш час нельга игнораваць інтернет. Па гэтай прышыні найбольш актуальны матеріалы размішаюцца на офіцыйным сайці адразу пасля написання. Аднак адмауляцца ад друкаванага варіянту так сама ніхто не збіраецца. Урэшці не ва ўсіх чытат шоў ёсць кампютары. Асабліва гэта тыджыцца сельскіх жыхароў сталага узросту. Яшэдзін довад на карыста гэпазіцій – «Свабодное слово» – гэта брэнд района. Признак – символ района. І жителям просто, я считаю, она необхідима будет. Только із неё можна узнать достовірну інформацію о том, що случилось на соседній уліце, в діревні. І почерпнути необхідімі друкі свідні. Це зеркало местной жызні. Олексін Сюров, Ольга Коновалова, Євгін Макіенка. Телерадиокампанія «Гомель» Зргачова.